Доброе утро! Вы знаете все, что смертность занимает второе место после болезни системы кровообращения. Хотя мы исключили этот показатель из мониторинга федерального проекта, но все же мы к нему обращаемся постоянно, потому что это социальное бремя, смертность от онкологических заболеваний, это и потеря трудоспособности наших граждан. И в свою очередь все это требует колоссальных средств для профилактики и лечения, которые выделяются и со стороны Федерации, но и соответственно и с уровня субъекта Российской Федерации. В доказательство, вот хочу привести эпидемиологические данные по Российской Федерации. В структуре смертности населения злокачественное новообразование занимает второе место и в 2023 году доля числа умерших от новообразований составила 14,4%. Эти данные говорят о том, что практически каждый седьмой человек умирает от онкологического заболевания. В 2023 году абсолютное число умерших от злокачественных новообразований составило более 280 тысяч человек и в период с 2019 по 2022 год количество умерших снижалось. Но в 2023 году, обратите внимание, мы снова наблюдаем рост количества умерших и этот рост составил чуть больше 2%. Рост грубого показателя смертности по оперативным данным ЕГРЗАГС в 2023 году относительно 2022 составил 2,5%. И рост смертности является одной из негативных тенденций динамики состояния здоровья населения, на что наш министр Михаил Альбирович постоянно обращает внимание. Вы все знаете, что еженедельно мы проводим заседания оперативных штабов, мы участвуем, коллеги региональные участвуют, мы постоянно вырабатываем с вами план мер по снижению смертности. Но хотелось бы все-таки, чтобы на этот год и на последующие периоды, 25-30, мы с вами все-таки этот план делали более качественно, без общих фраз, без общих мероприятий, а конкретно уже с приложением на вот те показатели, которые мы стремимся выполнять, потому что к смертности прилагается еще ряд других показателей, которые мы с вами тоже выполняем. По относительной заболеваемости, в 2023 году выявлено более 600 тысяч случаев злокачественных новообразований. Прирост данного показателя по сравнению с 2022 годом составил 8%. Грубый показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 459 тысяч, что на 7,3% выше уровня 2022 года. И анализ этих данных показывает, что онкологическая заболеваемость в Российской Федерации растет. Соответственно, мы будем выявлять разных больных на разных стадиях, и меры, которые мы будем применять к этим пациентам, соответственно, тоже будут делиться на группы, в зависимости от того, в какой стадии мы выявили этого пациента, и как мы его будем лечить, и какие затраты мы на него должны закладывать на весь период его лечения и динамического наблюдения. При этом онкологические заболевания в России характеризуются запущенностью. Несмотря на рост диагностических возможностей и оснащенности медицинским оборудованием, мы с вами знаем, что мы перевооружились достаточно прилично за полных 5 лет и не полных 6 лет практически всем необходимым оборудованием. Это и тяжелое оборудование, и оборудование для выполнения хирургических методов лечения. То есть это крайне важно, но тем не менее мы видим, что в 2023 году на третьей и четвертой стадиях было выявлено более 35% злокачественных новообразований. Показатели запущенности остаются достаточно высокими даже в визуальных локализациях, и это та тенденция, которая нашла свое отражение в последующих мероприятиях нашего нового федерального проекта. Все вы сейчас получили линейки показателей, много, конечно, вопросов, безусловно, к этим линейкам, но все-таки мы должны стремиться не к худшему, а к лучшему, поэтому сейчас будем с вами до конца все это корректировать. Ну и вот в 2022 году рак молочной железы в третьей и четвертой стадии выявлен почти в 26% случаях и в 34% рак шейки матки. Это несмотря на то, что в профилактических медицинских осмотрах, в диспансеризации определенных групп взрослого населения включены все мероприятия, направленные на раннее выявление этих локализаций. Но еще раз мы обращаемся к тому, что мы все-таки берем количество, нам надо брать не количество, а качество. Мы должны все-таки учить наших коллег в первичном звене, как правильно мониторировать вот эти мероприятия в рамках профилактических осмотров и диспансеризации, как нам все-таки где-то централизовать все эти службы для того, чтобы получать на выходе качественные показатели. Ну и, конечно, активное выявление, оно тоже важно, то есть специалисты других специальностей, и лор-врачи, и стоматологи, и акушеры-гинекологи, все должны обращать внимание и все-таки активно, больше активно выявлять пациентов, потому что мы все равно видим у нас и полстерта запущенная уже вот сколько лет мы получаем, и долго стоматологи держат этих пациентов у себя. Ну, то есть комплексный подход, он важен во всех направлениях, и мы, конечно, с вами к этому стремимся. Утверждение ввод нового порядка маршрутизации позволило на уровне субъектов усовершенствовать и упорядочить оказание медицинской помощи нашим пациентам, и постараться сократить и приблизить сроки диагностики и начало специализированного лечения к тем, которые у нас указаны в программе госгарантии, несмотря на все наши нюансы в части выполнения патологоанатомических исследований, иммуногистохимии, но, тем не менее, все равно больше двух недель, наверное, этот срок не должен составлять. У нас, к сожалению, по-прежнему бывает и 30 дней, и более 30 дней, когда пациент все еще у нас идет в пути к своему методу лечения, но, что важно, маршрутизация, и, наверное, вы все это тоже отмечаете, позволила службу централизовать в регионах. Ну, как говорят, что онкологические заболевания все умеют лечить, но хорошо их лечат только онкологи. Вот, поэтому, конечно, это важный факт, и мы это отмечаем, и это находит свои положительные тенденции, когда пациент в одном месте, когда он проходит через специализированные учреждения и оперируется, и лекарственную терапию, и лучевую терапию получает там, где он должен это получать. Ну, и обновленный порядок маршрутизации мы с вами практически, наверное, ну, раз в год или раз в два года корректируем. Сейчас вот снова мы проводим эту работу, когда мы где-то чуть пошире даем возможность медицинским организациям субъектов вступать в наш порядок по маршрутизации, но, конечно, на определенных условиях, чтобы все требования, те, которые определены, были соблюдены. И чтобы коллеги, если берут лечить наших пациентов, то ориентировались, конечно, на онкологический консилиум, который должен быть проведен в онкологическом диспансере, больнице или в онкологическом центре. У нас все-таки существует ряд нормативных документов, которые нам позволяют правильно сложить наши региональные документы. И вот относительно маршрутизации был совместно с главными внештатными специалистами, федеральными онкологами и окружными составлен документ. Это методические рекомендации по созданию региональных порядков маршрутизации. Конечно, ряд разделов, позволил систематизировать этот документ, потому что сначала мы писали, как знали, как видели, какие требования были на местах. Но вот когда вышли эти методические рекомендации, конечно, такие наши порядки с вами стали более красивые, более усовершенствованные. И со сроками, и ваши региональные Минздравы, департаменты, ваши территориальные фонды, они увидели, почему такой порядок должен быть, и как это внутри субъекта работает и двигается. И как раз-таки вот эта финансовая составляющая, которую всегда территориальными фондами мы обсуждаем и обращаем внимание на нехватку финансовых средств, поэтому вот такая вот централизация, она вот важна, поэтому в одном месте медпомощи, в одном месте финансовые средства, это тоже, на наш взгляд, очень удобно. Ну, маршрутизацию Екатерина Николаевна уже показывала, она такая вот, знаете, ну, хорошая такая, системная, и вроде бы как, если на нее посмотреть, ничего нам не мешает нашего пациента сопровождать на каждом этапе. Ну, иногда, когда мы смотрим, я вот обращаю внимание, вот все-таки пациент должен быть внутри вот этой вот схемы, у нас иногда пациент, конечно, снаружи пытается обижать эту схему, попасть куда-то своими силами, поэтому, конечно, вот и основной момент обращать внимание наших врачей, наших коллег, что вдумчиво нужно относиться к направлению пациента с этапа на этап, вдумчиво нужно относиться к его болезни, и всегда я вспоминаю слова Андрея Дмитриевича, пока мы не начнем относиться к нашему пациенту, к своему родственнику, ничего у нас не будет, поэтому всегда желаем нашим коллегам, чтобы были более внимательны, и тогда у нас как бы все этапы, вся наша маршрутизация сложится так, как она должна быть. Ну и ключевыми индикаторами диагностики можно считать показатели раннего выявления, и в том числе и организация маршрутизации в первую очередь на это влияет. И вот с 2019 года, если мы обратим внимание и будем анализировать данные по Российской Федерации, на графике отображается динамика раннего выявления, хорошо видно, что доля злокачественных новообразований увеличивается, и она увеличивается и по кругам, и темп прироста хороший, это значит, что мероприятие работает. И вот тот контроль, который мы сейчас осуществляем, когда выполняем эти показатели, мы контролируем не только себя, онкологов, но и специалистов первичного звена, все-таки дает вот такие вот положительные моменты. И, ну, я один округ взяла для примера, здесь вот видно по гистограмме, как группируются показатели в субъектах Центрального Федерального Округа, и вот видно, что за последние пять лет абсолютно во всех субъектах наблюдается положительная динамика данного показателя. Ну и такие же изменения наблюдаются и в наших курируемых округах, это Приволжский, Северокавказский, Федеральный Округ. И мы когда видим, ну, такой положительный бальзам, что, в принципе, все, что мы планировали в 2018 году, все это состоялось, все это работает, то есть модель онкологической службы, она у нас на сегодняшний день рабочая. Еще один индикатор, с которым мы работали, это пациента, состоящий на учете, это наш контингент, и это тоже важный показатель, и он близок к выживаемости, этот показатель, и влияет в том числе и в целом и на уровень раннего выявления, и на своевременное лечение, и на величину этого показателя, конечно, мы можем проследить вообще состояние нашего пациента, как мы его полечили, как мы его сопровождали. И доля больных также у нас увеличивается, и по округам увеличивается. Сейчас мы пришли в новом проекте к показателю, он немножко в другой трансформации, будем тоже с вами обсуждать методику, и как мы будем тоже копить и выполнять следующий этот показатель. Ну вот везде положительная динамика, немножко разная по регионам, но в целом средний годовой прирост составляет более 1%, и это в принципе тоже неплохо. Еще один показатель – одногодичная летальность. Это показатель все-таки позднего выявления пациентов наших. Ну и самый основной этот показатель отражает качество лечения специализированного, именно специализированного лечения в специализированном учреждении. И наш новый порядок маршрутизации, он все-таки приводит к увеличению эффективности работы наших медицинских организаций. И одногодичная летальность должна показывать снижение доли умерших в результате вот сложившихся этих мероприятий. Но тоже видите, тенденция какая, неплохая, хорошая тенденция. То есть все это, все, что мы сделали, перевооружились, какие технологии мы внедряем, как мы лечим. Сейчас региональные центры обладают всеми возможностями, и такие прекрасные специалисты, ну прямо уровни федерации, и хирургические методы, и малоинвазивные технологии настолько быстрыми темпами внедряются. Поэтому, конечно, мы, и все это отражается на наших показателях. Динамика по регионам тоже хорошая, мы это отмечаем. И будем стремиться к этому. Ну и, конечно, обновленная система маршрутизации еще раз показывает, что это качество оказанной медицинской помощи, своевременность оказанной медицинской помощи, и актуальность в целом для системы здравоохранения, для последующего развития и внедрения. То есть у нас есть модель, которую мы можем уже сказать, что она эффективная, и на следующий этап рассматривать и передавать уже в каком-то усовершенствованном таком виде, потому что мы знаем, где нам нужно что-то докрутить, где мы немножко недоработали. И вот такие вот программные мероприятия, именно вот пяти-шестилетние, они, конечно, позволяют, ну я считаю, что каждое такое стратегическое направление, которое вносит наибольший вклад в структуру смертности, вот организовывать таким упорядоченным порядком. И я считаю, что вот мы будем, если корректировать новые мероприятия, наверное, мы вот за основу все-таки будем брать то, что мы уже с вами отработали и видим. Есть проблемы маршрутизации, и эти проблемы мы тоже, мы же не только положительные моменты отмечаем, мы для себя всегда выделяем проблемы для того, чтобы структурировать, как нам жить лучше. Ну и первое, это, конечно, в результате маршрутизации у нас должна произойти реструктурализация наших отделений. Мы с вами все знаем, что у нас там много медицинской помощи, особенно хирургической, оказывалось там в общей лечебной сети. Сейчас мы это все на себя оттянули, но все-таки у нас отделения должны быть организованы в соответствии с кадровой обеспеченностью. То есть коек должно быть столько, сколько у нас есть врачей. То есть чтобы у каждого врача, во-первых, был оборот по пациентам. Если это хирург, то он должен оперировать, и должен оперировать столько, сколько он может оперировать, не на износ. Но все равно вот такая вот каждодневная работа должна у него быть присутствовать, чтобы он не делал там одну операцию один раз в месяц и сказал, что я буду тут, ну, как бы лечить пациентов с онкологическими заболеваниями. По уровням тоже нужно будет нам укрепиться, потому что у нас все-таки вот эта вертикаль управления, главная медицинская организация, Центр амбулаторной онкологической помощи, они, конечно, у нас кое-где прихрамывают. Но мы все знаем почему, потому что созданы они в других медицинских организациях, не всегда там подконтрольные и управляемые там главные врачи, главным онкологом субъектов Российской Федерации, не всегда главных онкологов региональной коллегии привлекают там, когда формируют объемы для оказания медицинской помощи, там в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Это тоже важно учитывать, мы всегда об этом пишем, чтобы органы управления в сфере охраны здоровья были в курсе, что мы с вами все это вместе придумали, что мы вместе с вами над этим работаем. Ну и, конечно, контроль эффективности использования ресурсов тоже важен. Вы знаете, сейчас к вам пришел снова запрос для анализа, оплаченных счетов медицинским организациям по профилю онкологии, которых мы, например, не видим в наших порядках по маршрутизации, но, тем не менее, по-прежнему оплачиваем медицинскую помощь в субъектах по профилю онкологии. Это, наверное, тоже неправильно. Мы или должны их включить упорядочно в нашу маршрутизацию, или исключить, проанализировав лицензию, кадровый состав, но и, соответственно, ресурсную материальную базу. Вот это также важно. И одно из направлений новое, которое будем сопровождать, это реабилитация наших пациентов с онкологическими заболеваниями. Это такое стратегическое направление. Вот Андрей Евгеньевич Орлов от Самара. Мы в этом году очень посчитали все хорошо. Надеемся, что все-таки на уровень федерации мы это занесем, потому что, конечно, для наших пациентов онкологическая реабилитация была... Ну, практически ее не было. А сейчас, конечно, это будет такой завершающий хороший этап, который будет влиять на качество жизни, на трудоспособность наших пациентов. Ну и, соответственно, те тарифы, которые мы постараемся пронести, они будут доступны для всей федерации. Это, я считаю, очень замечательно. Ну, вот все, что я хотела рассказать, уважаемые коллеги. Благодарю за внимание. Спасибо. Аплодисменты... Аплодисменты... Спасибо. Продолжение следует...